Приветствую вас, надо сказать, что довольно неприятно читать подобные сообщения, да, про коллег своих, вот, да и про отчасти меня, наверное, тоже, потому что это касается меня, вот. Хоть мы с вами не работали, вот, если бы работали, вы бы знали, что я никогда не склоняюсь сразу к детско-родительским отношениям, наоборот, стараюсь от этого отходить, вот, и стараюсь как можно больше работать именно с личностью человека, с индивидуальностью, его, вот, и так далее. Но, дело не в этом, речь пока не об этом. Первый вопрос, который вам хочется задать, звучит примерно так. Почему вы не доверяете специалистам, которые говорят, что ваши проблемы известны? Ну, если вы обращаетесь к специалистам, обращаетесь к профессионалам, и они вам что-то говорят, значит, они имеют основание это говорить. Почему вы считаете себя вправе подберегать их точку зрения, сомнения? Ведь у вас психологического образования нет. Если бы вы были так же психологом, как и мы, то даже в этом случае вы не смогли бы поставить себе, как бы, очевидное состояние, да, определить свое состояние. Потому что человек сам себя исследовать может до определенного предела. И здесь первое противоречие возникает, что либо вы обращаетесь к специалистам и верите, доверяете им и делаете все, что они вам говорят. Либо вы обращаетесь к специалистам с какой-то другой целью, но не для того, чтобы получить помощь. Вот, это первое. Второе, значит, ну, вот вопрос, да, кто-нибудь способен индивидуально работать? Ну, я способен, допустим, и что, вы мне поверите? Вот, однобокое мысчисление, опять же, какой-то негатив у вас идет. Ну, вот я могу сразу сказать, да, что откуда такой негатив, откуда такое недоверие? То есть, у вас внутри есть уже какой-то негатив, у вас внутри уже есть какая-то неудовлетворенность, у вас уже есть проблема. И то, как вы реагируете на проблему, то, как вы относитесь к специалистам, которые с вами работают и вам помогают, это все взялось вот из неоткуда, по вашему мнению. Вот, вы пишите в конце, это не оттуда, а откуда. Знаете, где такая игра психологическая, она называется «Психиатрия», почитайте про нее. Я надеюсь, что вы сможете для себя открыть что-то новое. Дело не в том, откуда, а в том, как работать с этим. Знаете, дело не в том, что у вас неуверенность в себе, из детства обязательно. Неуверенность в себе, может быть, не только из детства. Да? Ага. Дело в том, как вы с этой неуверенностью работаете. Дело не в том, откуда вам определили тот или иной симптом, а дело в том, как вы с ним работаете и эффективно ли работать. И потому природа вашего обесценивания, того, что говорят психологи, мне не очень понятна. Вот, именно природа. Я посмотрел, да, вы как бы 4 года на сайте, но ни одной платной консультации не брали. Как вы можете знать, как работают психологи, для меня загадка. Вот, ориентируясь на вопросы, на которые психологи отвечают, но опять же, если бы вы смотрели мои ответы, слушали мои ответы, вы бы знали, что я не только работаю с детско-родительскими отношениями. Вот. А откуда у вас такое непринятие детско-родительских отношений? Откуда идеализация папы, что он у вас самый лучший? Это тоже очень важный момент. Но вообще, вообще, как правило, как правило, когда человек приходит ко мне, например, с проблемой, да, он ставит запрос. Я с запросом работаю. И начинаю я всегда работать с этим запросом, да, ну, относительно не глубоко. То есть, как бы, на уровне когнитивной, да, терапии и так далее. Вот. И только если видно, что человек, как бы, не воспринимает, да, то есть, ну, нет-нет результата. Уже начинается, начинается более глубокое погружение. Вот. Понимаете? Поэтому, вы можете сами, например, просто сказать психологу, что вы извините, да, но детско-родительские отношения, например, я прыгать не хотел бы. Вот. И всё. Если психолог профессионал, он относится с уважением к тому, что вы сказали, и не будет трогать. Понимаете? А потом очень важно, каких именно специалистов вы выбираете для работы. То есть, если это специалисты, например, психоаналитики, да, то они действительно всё из детства, как бы, у них. Ну, вот. Если это, например, гештальц или когнитивный психолог, что, а также экзистенциальный, то он не там, к родителям, не обращается. Психология личности и культурно-исторический подход, он тоже не обращается, не обращается к родителям. Вот. Обращается, скорее, к личности. Вообще, существует лично-ориентированный, как бы, подход, вот, который вам просто нужно выбрать, если вы хотите именно его. Вот. Но, опять же, я по опыту могу сказать, что человек, который перебирает, перебирает способы решения проблем, да, за исключением, за исключением тех случаев, когда ему реальный подход не помогает, да. То есть, человек всё делает, человек хочет, человек делает, старается, не получает исключением этих случаев, и когда человек перебирает подходы, он не хочет, чтобы проблема реально решилась. Это значит, что от своей проблемы вы получаете определённые выгоды. Например, вы получаете, вы, как бы, разрешаете себе написать вот это. По сути, это оскорбительно, это унизительно, это неприятно. И я не думаю, что справедливо. Вот. Мне, например, читать это неприятно. Вот. Я не думаю, что, не думаю, что шаблонно мыслящий психолог может, как бы, принимать очно клиентов и вообще работать. Потому что такой психолог, как бы, он, ну, не способен заниматься практикой. Вот. И получается, что вы обесцениваете. Вот. А вот откуда обесценивание берёт начало и готовы ли вы работать над этим? Это, это уже другой вопрос. Ну, ещё раз повторяю, да, ещё раз повторяю, что, эм, как бы, личностно ориентированный подход, да, он такой. Вот человек пришёл на консультацию и говорит, вот у меня там такая-такая история, такая-такая проблема. Я её хочу решить. И всё. Начинаем решать. Если в процессе решения человек увидит, что есть более, как бы, глубокая проблема, он захочет её решить, пожалуйста. Но изначально я работаю только с тем запросом, который даёт клиент. Всё. Я не лезу, там, в душу, не лезу в детско-родительские отношения и так далее. Только если, только если клиент хочет этого или если проблема того требует. Тут я так и говорю, что ваша проблема такова, что необходимо проанализировать детско-родительские отношения. Согласны? Хорошо. Не согласны? Окей. 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 И всё. Вот. То есть я могу предположить, что вам попался один непрофессионал. Ну два. Но вы-то уже обобщаете. И это неприятно. Несправедливо. Вот. Подумайте над тем, почему вы обобщаетесь. Откуда появилось разрешение, то есть как вы разрешили себе написать вот это. Позволили себе. Какие чувства у вас накапливались до этого. Вот. Понятно? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Я вам желаю найти своего специалиста, вот, с которым вы будете работать, который вам поможет. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал в другом канал. Если именно кто-то правил ваших видео, подписывайтесь на мой канал.